Глубоко уважаемый Сергей Евгеньевич, дорогие друзья, уважаемые коллеги, сегодня день родного языка, который с 2000 года отмечается по решению ЮНЕСКО, и для меня большая честь и большое удовольствие приветствовать столь представительное собрание в стенах фонда «Русский мир». Если вспомнить, на политическом уровне вообще слово «сочетание русский мир» прозвучало в послании президента тогда Российской Федерации Владимира Путина в 2007 году, и он тогда сказал буквально в этом году, объявленном годом русского языка, есть повод еще раз вспомнить, что русский – это язык исторического братства народов и язык действительно международного общения. Он является не просто хранителем целого пласта поистине мировых достижений, но и живым пространством многомиллионного русского мира, который, конечно, значительно шире, чем сама Россия. Язык – это основа генетического кода нации, его культуры, идентичности. А русский язык – один из великих мировых языков, сам по себе является наследием мировой цивилизации. Как писал Николай Гоголь, «Поэты и писатели российские сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие до то ли небывалое. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык за тем, чтобы приготовить всех к служению более значительному. Благозвучие это разносил и сам Гоголь, блестящий, ироничный, порой сумрачный, и гений познания, самопознания души человеческой Фёдор Михайлович Достоевский, и глыбища Лев Толстой, который до сих пор, между прочим, является самым издаваемым писателем на планете, и проникновенная простота Чехова, чьи произведения по количеству экранизаций уступают только произведениям Шекспира. Русский язык – это язык великой культуры, но он и язык великой науки. Уместно вспомнить, что русский язык 50 лет назад стал первым в прозвучавшем космосе. Но нельзя не вспомнить, как в 90-е годы он оказался и фактически наказанным за реальные мнимые прегрешения советского, царского ещё режимов, и за ту, к сожалению, немалую цивилизующую роль, который играл для многих народов евразийского пространства. Отрадно, что сегодня ситуация меняется, и мы об этом поговорим. И то внимание, которое уделяется статусу русского языка в нашей стране и за рубежом, уделяют представители высшей государственной власти, всех политических сил России, ведущие учёные, которые собрались за этим столом. То внимание, которое вызывает эта тема просто у рядовых граждан, свидетельствует о том, что равнодушных к проблеме языка в нашей стране практически нет. Сейчас я хотел бы предоставить слово для того, чтобы начать нашу сегодняшнюю конференцию председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергея Евгеньевича Нарышкина. Сергей Евгеньевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги и друзья. Я хотел бы прежде всего от Вашего имени поблагодарить Вячеслава Алексеевича Никонова и руководства Русского мира за инициативу, за приглашение нас на площадку фонда для того, чтобы вместе обсудить вопросы, связанные с сохранением языкового и культурного образования, разнообразия нашей страны и проблемой поддержки государственного языка. Тема и проблема актуальны, и это очевидно, и поэтому понятна необходимость такого экспертного обсуждения этих вопросов на различных площадках. И эти дискуссии являются характерной особенностью нашего настоящего времени. Ну и мы, депутаты Государственной Думы, меня поддержит Владимир Владимирович Бортко. Мы заинтересованы в самом широком привлечении экспертов для обсуждения этой темы. Я уже несколько дней назад говорил о том, что принял решение о создании экспертного совета при председателе Государственной Думы и экспертного совета по развитию законодательства, который возглавит и первый заместитель председателя Государственной Думы. Ну и наша сегодняшняя встреча, я считаю, является началом работы в этом направлении. В обществе необходимо вести постоянный диалог, связанный с ценностями национальной культуры, духовности и родной речи. Одновременно с этим надо повышать уровень знания и престиж государственного русского языка, который считают для себя родным около 160 миллионов человек во всем мире, а в повседневной жизни его используют 278 миллионов человек, живущих на нашей планете. Ну и, кроме того, русский язык является официальным языком и Организации Объединенных Наций, и ЮНЕСКО. Всё это говорит о том, что русский язык оказывает огромное влияние на развитие всей человеческой цивилизации. И на нас с вами, как носителей русского языка, лежит большая ответственность за его и сохранение, и развитие. Хотел бы также напомнить, что сегодня Международный день русского языка. И в современном мире идёт поиск оптимальной модели межкультурного взаимодействия. В разных странах ищут ответ на вопрос о том, как гармонично совместить национальные и общечеловеческие ценности. И в данном процессе, конечно же, особая роль принадлежит России. Наша страна всегда показывала миру уникальный пример взаимодействия различных культур и языков. При этом российскому обществу никогда не было свойственно утилитарное отношение к языку, а культурное и языковое многообразие выступали фактором сплочения людей и скрепления того огромного пространства, которое из себя представляет Россия. Наконец, говоря о контексте евразийской интеграции, нельзя забывать, что русский язык является эффективным средством межнационального общения на всём постсоветском пространстве. Он остаётся мощным фактором объединения людей, проживающих в бывших союзных республиках. И прошедший несколько дней назад референдум в Латвии о придании русскому языку статуса второго государственного в полном мере показывает актуальность этой проблемы. И сама постановка такого вопроса и дискуссия о статусе русского языка на пространстве бывшего Советского Союза закономерны и во мрогом оправданы. Ну и ещё один аспект, на который я хотел обратить ваше внимание. Вот в наше время, в время стремительной информатизации и массовой коммуникации нам необходимо взять государственный язык под особую, если хотите, защиту. Ведь и технический прогресс немыслим без соответствующего культурного, гуманитарного развития. Он не может отрываться от фундаментальных нравственных ценностей. и необходимой стратегии укрепления русского языка, государственного языка и языков народов Российской Федерации с учётом современных глобальных тенденций. В России уже, как известно, реализуется такая специальная федеральная программа «Русский язык», а 6 июня мы с вами вместе будем второй год подряд отмечать День русского языка, приуроченный к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ну и я сегодня хотел бы с вами обсудить и, может быть, услышать ваши предложения о том, в каких форматах можно было бы отметить этот праздник, этот день и на площадке Государственной Думы, и на других площадках, в том числе за пределами нашей страны. Спасибо. Вся встреча. Я тогда попрошу вас выступить в следующем, да, и вести наш сегодняшний круглый строй. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Несколько слов вначале о русском языке в мире. У русского языка, безусловно, великое прошлое, непростое, настоящее, и, я уверен, огромное будущее. Начну с прошлого. В эти дни уместно вспомнить, сейчас отмечается 95-летие февральской революции, что в то время в пределах Российской империи, а это и был русский мир, жило порядка 170 миллионов человек, что составляло 14% населения планеты, то есть каждый седьмой-восьмой землянин жил на этой земле. Затем был 20-й век, трагический, были революции, гражданские войны, репрессии, Вторая мировая война, распад Союза. Сейчас население наше меньше, чем тогда, и 2% населения планеты лишь каждый 50-й. Но в то же время количество людей, говорящих по-русски, гораздо больше. По нашим оценкам, за пределами Российской Федерации живет больше людей, говорящих по-русски лучше или хуже, чем внутри самой Российской Федерации. Мы одна из самых крупных в мире диаспоральных наций. При этом количество людей, говорящих по-русски, не просто сокращалось в последние десятилетия, сокращалось драматически. Сергей Евгеньевич назвал цифру 279 миллионов человек, которые говорят в мире по-русски. Но если это так, то количество русскоговорящих за последние 20 лет сократилось на 70 миллионов человек. Потому что пик в конце 80-х приходился, когда был пик распространения русского языка, было порядка 350. Это практически все население тогдашнего Советского Союза, 290, и русский был обязательным в Восточную Европу. Ни один язык не исчезал столь стремительно. У нас оценки менее пессимистичные. Мы считаем, что где-то порядка 40-50 миллионов сокращения. Но оно произошло за счет старшего поколения, которое ушло. Ушло поколение, сплошь русскоговорящее в бывшем Советском Союзе и в странах Восточной Европы. Пришло новое поколение, которое по-русски не очень-то говорит. Даже в СНГ, в зоне наибольшего распространения русского языка, он уходит за исключением Белоруссии, где он продолжает жить, ну и некоторых других республик, где он еще поддерживается. Но, скажем, на вопрос, на каком языке вы говорите дома, только в Белоруссии большинство ответило на русском. В Казахстане еще больше ответило на русском, чем на казахском. Во всех остальных уже меньшинство населения говорит по-русски, а в Таджикистане, Азербайджане, Грузии, Армении, Литве по-русски дома говорят от 1 до 4% опрошенных. Но это сложное настоящее. Я хочу внести и значительную дозу оптимизма. Ситуация меняется. Ситуация меняется, и явно, что в лучшую сторону. По нашим сведениям, сегодня русский язык так или иначе преподается примерно в 100 странах. В 79 существуют академические вузовские программы, в 54 он включен в программы школьного образования. Русский язык уже не преследуется на государственном уровне, на Украине, как это было при предыдущей администрации. В Армении знание русского языка стало обязательным условием для поступления в высшее учебное заведение. В Прибалтике мы сегодня об этом поговорим, но представители коренных национальностей вновь проявляют большой интерес к изучению русского языка, потому что он открывает жизненные перспективы. В Болгарии в 90-е годы русский язык стал 14-м по количеству людей, которые его изучали. Сейчас он второй после английского. В Польше, где он был 16-м после распада социалистического лагеря, он тоже стал вторым после английского и впереди немецкого, потому что это открывает жизненные перспективы. Успешно проходят у нас перекрёстные годы в прошлом году с Италией, с Испанией в этом году, с Германией. Это свидетельствует о росте интереса к русскому языку. Недавно был проведён опрос Евробарометра и выяснилось, что 6% жителей Европейского Союза, то есть Европы-27, заявили о том, что знают русский язык. Не обязательно русский, но они знают русский язык. Это столько же, сколько людей, которые сказали, что они знают испанский. То есть в Европе есть община русскоговорящая размером с Испанией, уступая только английскому, немецкому и французскому. Если мы посмотрим, что происходит на курортах, Турции, Египта, Таиланда, Индонезии, на китайском Хайнане с вами обязательно будут говорить по-русски, как и в лучших магазинах на Бонн-стрит-Лондоне или Сан-Тонаре в Париже. На Кипре сегодня по-русски говорит уже каждый восьмой житель. Мы привыкли, что наши соотечественники русскоязычные это такая дискриминируемая, забитая часть населения. Но вот если мы посмотрим Соединенные Штаты Америки, то мы видим совершенно удивительную картину. По последней переписи населения люди, которые сказали, что знают русский язык, а это было больше 4 миллионов человек, оказались наиболее обеспеченной этнической группой в Соединенных Штатах Америки, которая имеет уровень доходов в полтора раза выше, чем средний по Соединенным Штатам, гораздо выше, чем у ОСПов, белых англосаксонских протестантов. На промежуточных выборах в Конгресс в 2010 году впервые в штате Нью-Йорк избирательные бюллетени были напереданы в том числе и на русском языке. Мы обнаружили по последнему исследованию в Соединенных Штатах 3000 школ, где преподается русский. Причем наибольшее количество, никогда не угадаете, в штате Техас. Ответа два. Это нефть и космос. Поэтому интерес достаточно большой. Я уж не говорю о том, что в Силиконовой долине, конечно, русский язык является одним из самых распространенных. Добивается успеха и русистика в Китае, где недавно отметили трехсотлетие изучения русского языка. Там 300 тысяч школьников, 20 тысяч студентов учат русский. Конечно, капля в море китайском, но значительный прогресс с тем, что было раньше. А почему я думаю, что у русского языка есть будущее? И будущее большое. В октябре прошлого года Рамир как раз по заказу Международного фонда гуманитарного сотрудничества провел опрос в странах СНГ и задавался вопрос, не на каком языке вы говорите дома. А задавался вопрос, хотите ли вы, чтобы ваши дети выучили русский язык. И результаты были потрясающими. Вот эти результаты. Азербайджан 90%, Армения 99,6%, Белоруссия 99%, Казахстан 97%, Киргизия 98,5%, Молдавия самая низкая, к сожалению, 87,2%, Узбекистан 97%, Украина 92,3%, Таджикистан 99,8% и, внимание, Грузия 96,8%. Так что, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, жив курилка. Александр Сергеевич тоже в свое время сильно переживал за состояние русского языка в мире, за его будущее. Как и фонд «Русский мир», который взял на вооружение своим девизом слова, написанные Анной Ахматовой в тяжелом 1942 году в Ташкенте. «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки». Спасибо.